здравствуйте дорогие товарищи приветствую вас друзья записываю видео 9 мая 2024 года прежде всего поздравления с днем великой победы главным праздником россии я всегда помню своего деда которого никогда не видел его портрет висит у меня дома не перестает дома в рамочке и хоть он воевал не с фашистами с японцами но в итоге над от ранений после войны и очень умер сейчас идет другая война которую мы ведем в общем-то ввиду разных факторов прежде всего продажности какой-то части руководства страны начиная с 90-х годов к великому сожалению теперь гибнут ребята и бьются за в общем-то благополучие благополучная жизнь наших детей и внуков ближайшие десятилетия то что обеспечили нам наши деды мы 50 лет жили плюс-минус более-менее прилично в советском союзе пока не пришло вся эта свора горбачевская ельцинская не не могу говорить что я там сильно страдаю по советскому союзу хотя считаю что это было самое социально справедливое устройство государства за всю историю обозримого прошлого ладно проходим поздравляю еще раз почему я редко стал писать видео мы записываем только обзоры в магазине я это видео выложу у нас блог мага видеоблог магазина прежде всего потому что поздравление подписчикам второе сейчас будут новости о том что нас ждет пару слов о том что происходит в этом мире и дальше анонс и я анонсирую свой личный начал своего личного проекта на моем маленьком очень маленьком блоге видеоблоге и сейчас об этом все скажу значит дело в чем я два с лишним года писал срезы еженедельные каждую неделю я писал срез там на отпуск два раза по первые три недели делал писать я научился мне 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 лично нравится как у меня развивается мысли в тексте но когда я записываю видео мне совершенно не нравится как у меня развивается мысли как я говорю на камеру мне это не нравится я хочу это исправить это одна задача вторая задача я затеваю новый проект который будет связан с сельским хозяйством почему это задевая сейчас затевая этот проект я сейчас тоже скажу и веду и и так же я молчал потому что я считаю что все главные события происходят на фронтах и говорить вот о чем тут о бизнесе там каких-то там коллекциях каких-то там делах о моих мыслях не прям реально стыдно такая для меня мелочь посмотри с тем что каждый день гибнут ребята наши что я мне прям даже стыдно на хотя я чувство стыда мне не очень свойственно но мне вот тут прям реально стыдно или виновата может быть по-другому с точки зрения психологии же действия бездействия значит виновата мне было так делать но то что сейчас сейчас я вижу во первых внушает осторожный оптимизм в итоге у нас появилась совершенно четкая развилка либо всеобщая смерть после ядерной войны либо все-таки ближе блин близкий довольно мир в течение там наверно года и мы должны сейчас начинать строить мир который будет после войны если мы мы верим конечно что мы победим и мы должны это строить вот это вот этот целый пучок факторов которые я сейчас озвучил мотивирует меня на то чтобы начать этот проект я хочу писать видео если не каждый день то через день видео буквально это будет такие там какие-то есть рилсы шоцы я это не очень в этом все понимаю может быть разберусь но мне кажется что ни одной более-менее толковой мысли за 15 секунд и даже за минуту сказать невозможно и краткость не сестра таланта краткость может быть убийца таланта ну точнее сестра потому что это красивое но бестолковое выражение поэтому получится не получится буду пробовать конечно так чтобы людям было удобно но я смотрю допустим я же по-моему озвучила те кто меня постоянно смотрит что я там немножко финансовым рынком там занимаясь чуть-чуть и там есть стримы там типа олейник он пять часов пять часов стриме человек пять часов сидит и говорит в камеру его смотрит у него там тысячи людей просмотрела в онлайн постоянно находится там один комментарий прочитал гитва говорит я послушал заснул проснулся вы ты все говоришь выспаться успел вот такое то есть и такое ощущение что и я смотрю многие интервью вот тот же этот еврей-то хитрый альтман к этот американский который сбежал с москвы а в итоге сейчас там что-то в америке делает по три три с половиной часа у него интервью длятся значит я подозреваю что есть какой-то определенный запрос в обществе на не короткое высказывание в стиле инстаграм или в стиле твиттера а все-таки какое-то долгое восприятие но если есть желание послушать человека то в общем то есть понятно дам т.д.карлсон и всякие и прочие то наверное понятно что у них больше но у меня что к этому небольшая аудитория есть там человек по 100 смотрит видео ну и хорошо и так значит это короче цель начать строительство нового мира блок будет связан с развитием предпринимательства в сельском хозяйстве с развитием предпринимательства видеоблог с развитием новых подходов к маркетингу вот я сегодня поставил повесил статью на своей страничке вконтакте на блоге и венстритвир.ру и вот об этом во всем буду говорить но и проблем там дикое количество рынок сельскохозяйстве находится где-то на уровне девяностых если сравнивать с уровнем продаж одежды то есть там совершенно это дичайший рынок то есть там жулики отсутствие сервиса строительный рынок недалеко ушел что многоэтажная стройка что частное строительство о компаниях жуликах тоже буду рассказывать о хороших компаниях тоже само собой буду рассказывать значит что касается магазина те кто хочет хотят именно новости про магазин могут посмотреть дальше наверное уже можно и слушать значит наконец-то свершилось буквально вчера по ушла последняя поставка из страны вру не последняя предпоследняя то есть я долго ждал в этом году конечно в эта весна это катастрофические проблемы с логистикой и со всеми другими вещами вроде как более менее то есть остался одна отправка от варп вэфт но нас не зависла по причинам того что работают они открыли очень плохо остальное все вышло то есть соответственно у нас уже на следующей неделе мы ожидаем дабл хеликс очень интересную условно скажем летнюю хотя смотря за окошком где там плюс три невероятно то что солнце ну не знаем какое лето в общем там очень красивые кожаные куртки приедут и футболки первые от дабл хеликса заказал футболки будет интересная довольно поставка и также от итальянцев квартмастер который мы вы все знаете куртки не сказать что пользовались успехом хотя сделано в италии модель тоскана шерсти с тоскана казалось бы все там красиво для того чтобы покупать сказать что большим успехом у нас пользовались нет я всегда честен я же всегда говорю что я честен она идут час толстовки футболки брюки легкая такая вот от италии тоже все made in italy сделано в италии все это итальянский материал в самом случае они так говорят да мы конечно отдельно запишем обзор дальше на подходе совсем маленькая поставка от мастерпис дальше на подходе огромная поставка приобрели самая большая за все времена сотрудничества с naked and famous а с naked and famous мы работаем 13 лет с одиннадцатого года соответственно самая большая там очень много андренда очень много naked and famous потому что очень хорошей коллекции но вот она где-то в пути она где-то в оформлении это все очень долго далее вышло наконец-то это тоже продолжительностью наверное в полгода мои пи больше чем полгода переговоры с индонезийским известным брендом old blue можете найти в интернете они продают очень интересный тяжелый деним из японского денима у них есть классные футболки банданы в общем это такое они чем-то похожи чем парков по качеству я их пока не щупал сравню работают значительно хуже чем японцы на той с точки зрения сервиса вот эта статья краса сервисе индонезий сработать не умеют но честно скажем да и бог они работают на уровне американцев американцы работать не умели не умеют и никогда не научатся на мой взгляд а вот лучше японцы на остальные все вот между ними индонезийцы на уровне американцев плохо работает но наконец-то отправили с большим трудом также вылетела маматара и japan blue поставка где-то в июне ждем flathead но эти вообще самые медленные самые но они медлены всегда то есть это не то что они задерживают они изначально гали в конце мая будет готова то есть это они пока ничего не просрочили то есть гали в конце мая конец мая еще не пришел так что у нас вроде более-менее по каким-то позициям уже прям свершилось вот на следующей неделе по каким-то мы ждем ну и процесс идет процесс усложняется не просто по я не знаю папа так вот а просто ну как вертикально почти то есть усложнение дико никаких шансов что мы допустим в двадцать пятом году вообще будет существовать возможность ведения бизнеса нет вообще ну смысле больших шансов нет потому что доставка катастрофически хромает но что я его именно поэтому я очень-то и решил что ну во первых не нравится растеневодство для меня посадить дерево покопаться с посадками деревьев там всяких разных это прям наслаждение и отдых у меня на участке растет больше 30 сотен десяток кедров нож про фруктовые плодовые кустарники я даже не говорю это за две сотни далеко и вот сейчас я об этом и буду рассказывать что что происходит как мне удалось там взять другую землю на аукционе ну так далее вот об этом блок то и будет вестись вот соответственно вот сейчас я допустим ну коротко я заказал мне с алтая прислали кедры я люблю очень кедры это красивенное растение фантастически красивое растение очень приходит прихотливая его трудно разводить трудно размножать я буду пытаться это делать пришел плохой материал я его рассадил их они стоят горшочках если из них приживется 20-30 процентов хорошо но благо что пока на словах этот поставщик в общем готов ада отправить при не принимает свою некачественную работу посмотрим как это будет вот такое это сплошь и рядом вот растеневодстве к сожалению я даже питомником не хочу называть нужно возле слова питомник это почти как слово макдональдс сейчас то есть это настолько себя дискредитировал да статья который сегодня повесила сервис это как такая ну продолжение моих мыслей о том что надо делать предпринимательстве по какому пути предпринимательство должно развиваться на мой взгляд конечно же я об этом довольно часто говорю но вот в итоге вот только сейчас наверное а решил все-таки заняться этим делом почему не знаю почему потому что мне хочется во первых хочется наговорить на камеру я даже сейчас говорю я чувствую что у меня оговорки неправильный падежи оставляю и вот это постоянно мне не нравится я хочу говорить чисто хорошо красиво чтобы людям было приятно слушать и чтобы не было приятно слушать себя я себя обычно слушать не люблю ну то есть это моя личная задача помощь предпринимательным молодым это всегда я держу в голове всегда призываясь есть какие-то предприниматели которые хотят прийти посоветоваться но совет бесплатный будет какой-то звонок представляете идет чего это ради вообще вот тоже я всегда готов если только это не работа моя будет а чисто консультация это вот одно и но и интересный процесс как выбирать землю как участвовать в аукционах как строить там дома это эпопея я занимаюсь три недели хотя вот мой дом который я построила ну как я построил я руководил этом дел но сейчас все изменилось еще хуже ситуация прям очень плохая на рынке строительных компаний они но там жулик на жулике мы просто какой-то кошмар я не знаю как как быть вот соответственно будет вот об этом все но и и дальше я подумал что наверное срезы видео формате я буду продолжать нужно писать как я уже сказал мне кажется я научился я удовлетворен а вот видео как я говорю на видео я не удовлетворил срезы нужны мне кажется они во первых позволяют самому себе поставить такую маленькую точечку вот я смысл вот этот блок информации поступающий отовсюду я смысл у меня получились такие выводы прогнозы я над этим всегда шучу и и в словах в тексты кто понимает и в словах то есть на мой взгляд прогностика прогностика вообще отсутствует и это просто ерунда спрогнозировать ничего невозможно вообще ни на сколько я имею ввиду конечно в политике в войне то есть война сейчас идет третье мировая идет что там мы видим сколько конфликтов сколько они еще будут длиться по всему миру и только на мой взгляд будут углубляться не знаю что делать надо чтобы все закончить к сожалению так что срезу будут продолжаться ну вот так и такой но самое главное сегодня это с днем великой победы улыбающегося че гевару это такое звезда че я надел сумму слон мы все равно пробьемся мы всем будем биться уж нас русских сломить невозможно всего хорошего днем победы